Привет, пока я нахожусь в отпуске со своими друзьями я подумала почему бы с моими друзьями не снять видео как вы все знаете у меня есть моя почта куда вы присылаете мне свои истории они могут быть страшные какими-то интересными захватывающими и так далее ну вот я подумала почему бы нам с Данией не прочитать ваши истории всем большой привет в общем сегодня мы с вами сегодня мы с Данией сегодня мы со мной будем читать страшные истории которые вы прислали на почту и надеюсь будем пугаться надеюсь будем приятно пугаться приятно пугаться и девочки вы наверное можете по моим ногтям заметить как я круто отдыхаю сзади вы можете наблюдать рисунок на заднем фоне если что проектор звездного неба который можно найти где Даня это не просто мой друг это также блогер очень крутой прелестный блогер и благодарю и еще немножко да не продает крутые товары на велборис один из них вы можете и на озоне на озоне да кстати этот товар мы продаем на озоне да вот посмотрите какой крутой проектор мы не смогли его нормально установить вы увидите бэкстейдж там вообще там просто жопа потому что у нас тут нет нормального освещения приходится снимать от окна от солнца если что там 13 сменных насадок это не единственное там очень много классных насадок крутых ссылка в описании покупайте пожалуйста иначе я стану бомжом буду жить на улице все пока начинаем начинаем а наши кокофы мы же не только тут да мы у нас уютный вечер со страшными историями поэтому обязательно для этого нужно кофе от starbucks starbucks тоже надеюсь вы нашли себе что-нибудь покушать выпить что-нибудь вкусное приятного аппетита привет аня буду благодарна если моя история попадет в ролик и ты сможешь дать мне совет а точнее утешение ведь в глубине души я верю что не виновата в том что произошло на тот момент мне было 15 лет сейчас мне 21 год я нахожусь в доме со старой бабушкой мамой и ее мужем отца у меня нет с рождения не знаю где он что с ним да и честно говоря никогда не интересовалась мама познакомилась с новым мужчиной когда я была совсем маленькая сначала он вел себя вроде бы нормально но потом начал петь и устраивать большие вечеринки по выходным звал много людей мне это никогда не нравилось ведь на выходных я хотела отдохнуть от школы и просто побыть в тишине но из-за него в доме было очень шумно до меня докапывались его друзья мол расскажи то это посиди с нами а на следующий день оставался такой бардак который приходилось убирать именно мне можно сказать выходных у меня и не было но это не самое страшное я к этому привыкла несмотря на то что это ужасно раздражало с детства я иногда хожу во сне разговариваю бывали моменты когда мне снились ужасные сны я вставала с кровати видела будто все наяву и убегала из комнаты моя старая бабушка могла проснуться от этого выходила из своей спальни ловила меня и успокаивала в общем семья была в курсе что иногда я могу лунатить муж мамы часто шутил на эту тему со своими друзьями можно сказать посмеивался до мной меня многое не устраивало в семье было достаточно сложно единственное что успокаивала это моя кошка марта бабушка нашла ее на улице котенком пожалела и привела в дом с тех пор марта жила у нас уже пять лет кошка была моим очень умным и верным другом не давала мне поникнуть окончательно я ее очень любила что значит любила типа вот уже да такая любила причальный такой но если это единственный момент который ее в семью с ну типа в ее семье в ее доме успокаивает это грустно я не хочу сейчас плакать уже у меня уже начинаю плакать вообще вот обсудим тот момент насколько это тяжело когда ты хочешь отдохнуть на выходных но ты не можешь это сделать и это настолько было часто что она это запомнила и для нее это нехороший вообще в целом момент выгнать мужика из дома пошел на однажды в очередные веселые в кавычках выходные я была очень уставшая и не хотела видеть пьяных людей зашла в свою комнату и закрылась звуки с первого этажа крики все доносилось до моей комнаты я надела наушники и легла спать время было примерно 10 часов вечера не снится сон я иду по длинному коридору он плохо освещен и мне становится немного страшно я хочу быстрее выбраться проходя мимо дверей я слышу жалобное мяуканье и сразу понимаю что это моя кошка марта я бегу стараюсь найти подхожу каждый двери но я нигде нет жалобный писк доносился отовсюду я кричала ее имя и звала как могла я чувствовала что с ней что-то случилось что-то плохое начала плакать ведь я не могу ее найти и время на исходе я просыпаюсь в слезах пытаясь понять что происходит время три часа ночи я высунула наушники и начала прислушиваться вечеринка все еще продолжалась я хотела пойти проверить свою кошку но не стала боясь выходить и наткнуться на пьяных друзей отчима которые от меня не отстанут тем более кошка могла быть где угодно ведь ей тоже не нравился шум и она пряталась могла залезть в шкаф в спальне мамы либо под кровать к бабушке а также прятаться на улице часто она спала со мной но ей нужно было выходить в туалет поэтому я не закрывала двери никогда но по выходным так как я всегда закрытыми дверьми кошку к себе не брала наступило утро воскресенье время около десяти утра я встала спустилась вниз в шоке от бардака принялась расчищать кухню спустя час выходит очень смотрит на меня пустым взглядом так будто бы я что-то сделала ужасное и говорит ну вот не довели до добра твои ночные похождения кто следующий будет я или мать а может и бабушку прибьешь в больницу тебе нужно ты понимаешь я понимаю уже к чему история видео мне страшно читать цириум блин на самом деле ой бывают же на самом деле лунатики которые действительно куда во сне совершить какие-то такие я человек который тоже лунатит я я не агрессивая то есть я не могу кого-то убить либо ударить причем я тоже что-то самого детства но ударила тебя пару раз ну и что типа да я же тебя ребята если что это типа до было но это так это не но типа не сильно короче испугалась из того что и страшно сон снился и она пыталась защитить спасение я с полным непониманием смотрю на него и первая моя мысль о том что он видимо не протрезвел до конца и несет какой-то бред но решаю у него уточнить ты о чем он отвечает бери лопату и закапывай кошку и я отнес ее на улицу все таки кошка офигеть ну я не ладно давай читать дальше потому что я пока вообще не знаю что говорить я не верила в то что слышу подступили слезы я спрашиваю чуть ли не крича что случилось с мартой он говорит ты убила ее когда ходила во сне наступила вроде бы я не верила мое сердце распадалось на куски боль внутри я не верила побежала на улицу там вижу кошку лежит мой маленький пушистый друг не дышит с виду все хорошо не крови ничего но она мертва я взяла ее голову чтобы осмотреть и поняла что будто у нее сломана шея истерика я не верила весь день я молчала и плакала вечером похоронила кошку весь этот день очень бросался словами тебе надо в больницу не расстраивайся ты же не специально бывает я не могла так поступить я не могла поверить в то что я сделала даже не помнив об этом я побежала к бабушке в слезах упала к ней в ноги и просто рыдала она успокаивала меня а потом сказала зачем ты так себя винишь ты не можешь отвечать за действия другого марту жалко но не вини себя я зацепилась за эти слова начала расспрашивать и бабушка рассказала что она не только все слышала и даже видела как мой отчим со своим другом напали на марту на улице выловили ее чтобы поиграть в кавычках там какой-то очень вообще типа с головой не дружишь она жалобно мяукала хотела чтобы ее отпустили но они продолжили ее насильно держать кошка начала шипеть и кусаться отчим схватил ее за горло и держал очень долго пока не вышла бабушка и не начала ругаться на них ему настолько было все равно что он не отпустил кошку он продолжил держать ее за горло и ушел в дом кошка висела у него на руке уже не сопротивляясь и он так зашел с ним дом бабушка не стала эти следом она старая ей было 83 года я понимаю что у нее мало сил и энергии чтобы среагировать моей голове все сложилось я побежала в дом кричала и накинулась на отчима каким же нужно быть ушлепкам чтобы от собственного стыда перевесить вину на меня чтобы я теперь всю жизнь боялась своего лунатизма чтобы я всю жизнь чувствовала что убила своего пушистого друга и даже не помню этого я возненавидела он начал называть меня дурой и сказал что бабушка сжалилась надо мной что из-за любви ко мне она придумала все это чтобы я не чувствовала себя виноватой и так не страдала он говорил ты веришь старухе которой восемьдесят лет они мне мне зачем тебе врать он не признался я была для него опасным лунатиком а бабушка сумасшедшей старухой выдумщицей с мамой говорить было бесполезно она ничего не видела и просто старалась успокоить всех прошли года бабушка умерла но до ее смерти я возвращалась к этому разговору и она каждый раз говорила что видела своими собственными глазами как отчим издевался над моей кошкой сейчас я живу одна с отчимом не общаюсь с мамой редко у меня хомяк и кот луник мы живем вместе три года все живы несмотря на то что время от времени я продолжаю ходить во сне я до сих пор живу с обвинением себя и его не могу отпустить ситуацию иногда думаю о том что а вдруг он сказал правду спасибо большое за внимание к этой истории для меня очень важно было поделиться я во первых что ты вообще думаешь по поводу того что какая из версии правдивее но в плане бабушка действительно хотела защитить свою внучку того чтобы она не винила и не тащила груза собой но в теории вот теория вообще возможен любой из вариантов мне на самом деле больше не грустно потому что я просто тоже не я кошать не в детстве много кошек будет только только не кошка пожалуйста только не она чтобы складывается впечатление что очень ненормальный чел и как-то верить ему не особо хочется потому что ну он плевал абсолютно на всех и тут вот в этом знаешь пьяном угаре решил посмеяться со своим другом начал тискать кошку мне кстати была похожая ситуация когда просто эти по котенку задушили прям задушили я не знаю там типа чё с ним конкретно было но задушили из-за любви это был маленький ребенок который из-за любви задушил кошку то есть если маленький ребенок смог задушить то в принципе мне кажется что взрослый мужик тоже мог бы задушить ну да животное а еще момент то что есть сон приснился в этот вечер вот тут знаешь тоже загвоздка либо кстати мы упускаю упустили от момент того что действительно ей в этот день приснилась кошка и на следующий вот это вот тоже к чему к тому что она придаст то что ей предостережение было до какое-то для нее во время или это все-таки был лунатизм вот вообще ребят ситуация очень очень непонятно да напишите в комментариях кстати как вы вообще думаете какое у вас сложилось впечатление от прослушанной истории но узнаешь что я думаю в любом случае в любом случае как бы она не как бы оно ни было даже если это сделала ты ты это сделала не специально ты ее любила эту кошку в тебе ну нет вот этого такого что я хотела ее задавить ногой поэтому уже сейчас спустя столько времени тебе в любом случае нужно отпустить эту ситуацию несмотря ты виновата или нет но в любом случае винить себя за даже если действительно произошло нет смысла потому что но по факту лунатики они не основу не осознанно все делают а понятное дело что очень можно винить ну за много чего тяжело да если простить в принципе ситуации за испорченное детство уборкой заниматься когда он пригласился кучу друзей они повеселились классно провели время а ты давай я думаю что тут аж знаешь какая ситуация он ей говорил убирайся я тебя обеспечиваю я тебе все даю ты живешь за мой счет я думаю там нехорошая была вот именно такая ситуация с этой стороны как бы тыкали в то что тебя убирайся будь там хороший хорошим ребенок потому что мы даем тебе деньги как вот это и бывает в семье тоже не ок а я прослушал а что у нее с матерью она ну она не особо много написала она сказала что насчет кошки мамы типа не было вообще рядом мама не знает мама не видела и она старалась две стороны но насчет мамы я думаю что она была такая знаешь пахла покладистая и там и там со всеми пыталась дружить пишите что вы думаете насчет этой истории бывают несчастные случаи с животными особенно когда они живут в доме я кстати тоже есть один один несчастный случай тоже связано живут на издана сказывать надо или не наскажи в детстве у меня было очень много кошек которые жили все одновременно в моем доме ну то есть они как они как бы улично домашние были но по факту я как ребенок считал что они все мои потому что они приходят дома кушают уходят гулять их полдня нету но где-то там шляются короче короче у нас была кошка во дворе которая рожала постоянно новых новых котят от нашего кота а вот она окатилась родила несколько котят которые конечно же стали опять нашими котятами то есть там три котенка которые остались я помню я возвращаюсь со школы домой и за мной короче кошка котик забежал маленький котенок а дальше короче после террасы такая большая деревянная дверь то есть прям тяжеленная чтобы ее закрыть ее нужно прямо так вот захлопывать потому что это был дом я захожу уже все домой котенок пробегает ему не вижу и вот так вот это ужасно и я помню как мне было но если что сразу говорю он выжил все нормально типа он не умер но получил очень большую травму у него задние ноги отказали дальнейшем мы делали ему еще и операцию после этого оплачивали мама оплачивала долгостоящую операцию но к сожалению все она не смог выжить офигеть короче такая история тоже неприятно я просто помнил про кушек я думаю короче так ну да то есть ты как будто не виноват ты не хотели да и вот и есть но я убил раньше 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 я прям себя насчет этой ситуации винил я еще долгое время вообще не признавался никому вокруг насчет этого потому что мне было стыдно я ну мне было тяжело вот со временем я уже понял что ну я не мог ничего вдруг на тебя не мог ничего сделать потому что я не видел чисто физически то же самое вот про кота а вот у моей бабушки вот 2 и у нее получается первый год он у нее очень долго жил а так как дом находится там же рядом дорога он тоже бегал к соседским котам и он жил очень долго что-то ему там уже под 10 лет в очередной раз побежала вы приехала машина а потом они завели очень красивого бенгальский бенгальский да вот так породы нас есть бенгальский код ну вот но есть вот 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 такой вот код только его завели представляешь он там уже подрос но года его не ему не было он как-то так застрял мордой в воротах то есть там такие знаешь с рисуночками он видимо не за перелез то ли зацепился моська короче он как-то на этих воротах повесился и бабушкой просто нашла его вот так вот села то есть он вот так повесился и задохнулся девочки которая вот прислала историю я считаю что несчастный случай несчастный случай нужно пережить а если если действительно лунатизм если нового перец да в любом случае перед в любом даже если и очень то уже прошло то прошло переходим к следующей истории здравствуй я возможно буду сух в рассказе на самом деле эта история нанесла мне огромную рану от которой остался шрам на всю жизнь все имена если что буду заменять на вымышленные я максим мне сейчас мальчик да мне сейчас 24 года я прохожу психотерапию с 20 лет и только сейчас заметил результаты чему безумно рад случилось вот что мои родители развелись когда мне было 12 лет прекратив романтическое общение на хорошей ноте они остались друзьями и продолжали общаться оба занятые люди отлично зарабатывали у меня всегда были карманные деньги и вообще все что я хотел на тот момент я остался жить с мамой однажды она завела разговор максим я хочу строить новую личную жизнь с мужчиной иногда могу уезжать из дома я с пониманием отнесся к этому даже возможно мне было не особо интересно я был только рад если побуду один дома настал момент когда она нашла себе мужчину достаточно быстро после развода с моим отцом он стал приходить к нам познакомился со мной и все вроде как нормально около года он приходил к нам и у нас были мужские разговоры он старался отца что ли мне заменить все в этом духе в один день мама позвонила мне с работы и сказала что у нас что-то со стиралкой и ее хахель придет заберет машинку на ремонт уже этот файл он ему не нравится я тоже помню такие типы истории когда-то мама после развода не там были отношения я помню тоже мужчина один был который тоже такой приходил по мужски пообщаемся вот это все неприятно да тебя не особо не комфортно находиться в таком окружении особенно к этому этот мужчина еще там выпьет я принял информацию и начал его ждать когда он пришел не особо то он и хотел быстро с этим разобраться сделал себе чай позвал меня с ним поболтать и опять момент разговора начал спрашивать про мою интимную жизнь дрочу ли я все в том духе я смело отвечал да драчу но девушки нет он уточнял совсем не было да отвечал я он максимально старался сделать из этого разговора родительский родительских кавычках якобы переживает но да это как-то очень-очень-очень странно как будто бы дело попахит чем-то даже ладно потом читаем продолжаем якобы переживает заботится и хочет предупредить как все это работает но знаете в духе без презерватива не не но все равно это это так родитель может с тобой поговорить что типа так аккуратненько а если если без колпачка карандашик низу я так понимаю это мужчина его матери совсем недавно появился и уже как как-то пытается прям реально и так все понять понятно ну типа особенно если живешь в современном мире ну как будто бы еще там вот если бы они уже жили вместе с его матерью еще можно было бы как-то если просто раз ну вот меня мне вот мама начала говорить о каких-то таких вещах когда она во первых когда мы жили вместе во вторых она увидела что мне уже там знаешь круг общения не только девочки да она начала переживать за меня и говоришь степань вот этом с мальчиками общаешься вот смотри все устроено вот так и так будь осторожна а с чего и а с чего он говорит ему типа ты его видишь раз в неделю садишься приехал вообще стиралку чинить где стиралка мы разговаривались неплохо далее он сказал слушай но рукой не всегда интересно это делать хочешь я подарю тебе игрушку в которой можно делать дела это много приятнее и интереснее это все только маме не говори мне интересно что будет дальше это очень мне стало очень интересно что же там за игрушка такая я согласился маме ни слова через пару дней когда я был один дома он мне принес резиновую вагину все объяснил и сказал что нужно сделать дело сейчас ну и что это получается это педофилия пока мамы нет а после он заберет ее назад чтобы она не нашла ее дома то есть взрослый чел принес ребенку игрушку говорит и диспет воспользуйся этой игрушкой я пока тут посижу когда ты все сделаешь я заберу назад я согласил мне интересно почему так вот этот максим да давай да подари да принеси да окей а сколько ему лет было ой блин я не написал 12 12 лет ему было на тот момент даже еще по моему типа это даже не супер пубертат типа это даже как будто бы вот только-только какие-то задатки за рождение все остальное я не знаю как там у вас мальчиков все уже как бы сугубо индивидуально но по факту все равно как бы подожди так он у него спрашивает он говорит ты общаешься он же ему задал вопрос типа на кухне ты ну ты занимаешься чем-то там таким он говорит да занимаюсь но типа без девочки то есть получается он уже этим занимался ну блин знаешь вообще дело не в этом на самом деле а если бы не занимался тут уже понятно что этот чел я согласился хотя было неловко делать это зная что он находится соседней комнате ну конечно прошло минут 30 я закончу вышел к нему он сказал ты слишком тихий не бойся себя и своих эмоций я знаю как хочется застонать по-мужски это просто кошмар это ужас давай в следующий раз ты будешь более раскованной так правда приятнее я пишу это и понимаю насколько это все мерзко вот как с языка как я не понял сразу но моей голове это все действительно выглядело по-отцовски будто он учит быть мужчин мужчиной вообще мне хочется просто каждый фрагмент этой истории комментировать потому что в полном недоумении насколько это страшно то есть человек у которого проблемы с головой и его мать она даже этого не предполагал не понимала она впустила в дом можно сказать который по факту на который ну я надеюсь что это максимум что было ну продолжай пока я он ушел прошло пару дней и я неистово ждал встречи с резиновой подругой все время думал что хочу сам ее прятать и не хочу чтобы он приходил и ждал пока я сделаю дела но было неловко ему об этом говорить следующий раз он пришел и я был раскованнее как он и говорил снова закрылся в комнате выпустил эмоции вышел к нему он меня похвалил забрал подружку и ушел но перед уходом сказал у меня есть еще один интересный подарок если хочешь в следующий раз могу принести я согласился и уже ждал встречи мне уже страшно что там за подарок такой у меня вот это уже защитная реакция знаешь когда ты хочешь ржать прошло пару дней и он пришел с мамой вместе они болтали на кухне что-то готовили а я был раздражен мне не хотелось чтобы они проводили время вместе я ждал когда мама уйдет я ждал свою резиновую подружку и каждый раз думал нужно чтобы я сам контролировал процесс а не ждал его не делал это тогда когда он этого захочет подожди то есть этот мужик пришел с его мамой к ним в квартиру они сидели там вместе а этот ждал когда он освободится не знаю нужно вряд ли принес эту резиновую игрушку момент когда пришел с матерью я имею ввиду то есть получается они вдвоем пришли на этот мужик и его мама они пришли в квартиру а этот сидит типа и ждет ну да да уж и тут они ушли вдвоем на свидание оставив меня одного я был зол ведь не так хотел провести день мысли о дрочке меня не покидали я решил сам все сделать рукой но у меня не получалось мне будто это не нравилось я стал еще злее насколько это страшно то есть чем можно сказать его привязал таким образом к себе показал это можно сравнить знаешь с любой зависимостью когда ты не знаешь не не испытываешь эмоции а другой человек себя смотри можно вот так вот и только я тебе могу это там дать мама твоя не может и денег у тебя на это нет поэтому смотри это ужасно прошло около недели и он пришел снова пока мама была на работе мне хотелось выговорить ему что я недоволен что так долго но я не стал хотя он понял по моему лицу ты рассержен малыш у меня для тебя новый подарок он искупит мою вину и достал коробку который был что фалос фалос это очень большой это прям травма да вот травма это травма потому что скорее всего он же теперь будет им рассказывать что этим фалосом можно делать мне стало противно и я еще более рассердился но и что мне с ним делать я так и сказал ему он покачал головой и убедил меня в том что приятнее этого быть не может и если что-то пойдет не так ребят на это это реально жесть максим или не максим я не знаю я уверен что все это я уверен что ты посмотришь этот ролик мне искренне жаль что с тобой в жизни приключилась такая история и это вот значит и в очередной раз дает понять насколько беззащитные дети вот есть люди которые вот смотрят на ребенка взрослые люди и начинают с ним общаться как-то наравне что типа считать что 12-летний 15-летний ребенок это что-то прям такое вау взрослые с ними можно как-то на самом деле это такие незащищенные люди которым ты вот так вот можешь лапшу на уши навешать и манипулировать ими как хочешь я заперся в комнате ничего не получалось я злился он это услышал и постучал ко мне расслабься ты получишь незабываемые эмоции хочешь я помогу тебе я не буду смотреть если ты не позволишь я долго думал разрешить ему или нет но слова о том что это будет незабываемый меня искушали я разрешил ему войти я в шоке ты понимаешь что он даже не знал этого он всего этого не знал а вот уже его слова его искушали то есть вот этот вот мужик он начал ему показывать там что-то да рассказывать а может быть это 12-летний пацан он вообще об этом не думал да у него даже мыслях не было я уверен что он об этом не думал и вот этот чувак чувак реально чувак он выключил свет сказал так будет комфортнее попросил сесть на кровать начал аккуратно меня трогать и использовать фалос сказал что ему жарко снял свою футболку и приспустил штаны такие встречи продолжались около полугода он сидел со мной и помогал мне дальше этого не заходил и тут он исчез прошло полмесяца я звонил ему он не брал я начал спрашивать у мамы куда он делся и она попросил меня забыть о нем и не напоминать ей ведь он оказался лжецом изменял ей и был задействован в каких-то махинациях мама сказала что ей еще повезло ведь она должна была вложить крупную сумму денег в его проект но вовремя передумала она быстро отошла от расставания с ним нашла нового мужчину через полгода с которыми до сих пор вместе но не я стоит мне говорить о том как изменилась моя жизнь когда я понял что его больше не увижу моё сердце сжалось я почувствовал как дрожь проходит по моему телу меня начало тошнить я почувствовал тоску и боль я боялся ему позвонить боялся а вдруг он расскажет всю маме чтобы насолить вывернет так как ему угодно от него можно было ждать все что угодно он просто исчез каждый день я думал о нем спустя полгода попросил подругу которая была постарше купить мне резиновую подружку не скажу что я хотел именно ее попросить фалос мне было стыдно а точнее отвечать на последующие вопросы от подруги но когда мне исполнилось 18 мама съехала снова мужчиной а я остался в квартире 1 стоит ли мне писать о том чем я там занимался у меня образовалась коллекция игрушек и каждый раз когда возвращался к ним думал о нем у меня ни разу не было секса с девушкой ни разу я не занимался больше этим ни при ком ни разу я не занимался больше этим при ком-то либо с кем-то был только я и мои воспоминания которые душили меня и не давали начать нормальную жизнь примерно в 20 я понял что нужно что-то решать мне нужна терапия но как об этом рассказать я решил начать с мамы это было тяжелое до ужаса решения я боялся но понимал что должен это сделать она плакала винила себя у нее был шок от осознания того что пока она была на работе взрослый мужчина смотрел и помогал дрочить ее 12-летнему ребенку самом деле для матери представь какое-то представить она верила человеку она любила этого человека этот человек по факту совершил вот вот это да вот это топ тех ситуаций которые ты даже не можешь вот в голове прокрутить вот когда ты оставляешь ребенка одного ты такая думаешь так ну может он там пожар да случится уберу к я спички да там а вот как будто такой ситуации даже в голове она у тебя не прокрутиться потому что настолько она куевая такие люди это просто отбросы реально какие что еще хочу отметить то что он пишет что когда он понимает что нужно с этим разобраться совсем он пошел к маме переступить вот это хотя он уже в 20 наверное понимал какую боль он еще и маме причинит им всем и что жизнь то уже перевернется с ног на голову по факту мы вместе начали терапию она очень не помогла и я и за это благодарен сейчас мне 24 4 месяца назад я влюбился и строю здоровые отношения продолжаю терапию хочу сказать чтобы вы не молчали когда понимаете что что-то идет не так не бойтесь говорить с родителями или близкими людьми и если вы еще ребенок и вас трогают пытаются рассказать о интимных вещах чужие взрослые люди кричите об этом таких уродов нужно пересажать объясните своим детям сестрам и братьям как нужно себя вести ведь эти твари надеются на молчание благодарю за внимание я пошел собираться на свидание и жить даже если бы в тот момент мне кажется он бы это рассказал своей мать и мать на мне кажется она спасла сразу а мне я просто слышал очень много тоже истории похожих и чаще всего если мать вот влюблена в мужчину тоже настроить с ним здоровые какие-то отношения и кажется что все замечательно ну может быть и не знаю процент может быть не супер высокий что действительно так пройдет но как бы в любом случае он есть короче что типа за что мать может не поверить просто на своем но и ребенок он маленький сказать придумать что-то как будто бы вот может такое показаться но хотя по факту если маленький ты такой не придумаешь ну типа ты реально такое не придумаешь потому что но откуда у тебя слышно знаешь я тоже слышала такие истории и я слышала действительно те истории когда девчонка из того что что круче девчонка и не она жила типа с отцом и ей не нравилось что у отца новая женщина и она хотела чтобы отец такой ей там уделял время я начала выдумывать типа твой новая женщина про тебя вот это говорит я слышала она тут плохо себя ведет и что типа реально придумывают да такое может быть но это что ну это пропасть между родителем и ребенком что с одной стороны ты боишься сказать правду а другая сторона не хочет верить мораль всей истории последней такова что действительно как он написал в последних предложениях действительно если вы видите что-то похожее по отношению к себе кричите об этом говорите об этом потому что это не должно вот так вот все оставаться это как нам в детстве говорят что типа никаких конфеток у дядек чужих не бери они же так и делают девочка хочешь конфетку я тебе дам сказать особо нечего потому что хотелось бы посоветовать да и с мамой поговорить и терапию но он уже понял что это нужно сделать он к этому пошел и жизнь его налаживается и совершенно кстати не поздно по сути он очень вовремя на самом деле особенно когда ты это сам все переживаешь да намного хуже если бы он в себе это пытался закопать стыдился бы и там бы в 40 лет это бы еще угол как обернулась для него не особо хорошо а так он молодец то что правда понял и не маме рассказал и терапия это важно правда если вы чувствуете что у вас какие-то проблемы ментальные серьезные если у вас какая-то травма в детстве была которую вы до сих пор несете внутри себя то лучше начать это прорабатывать как можно скорее потому что иначе вы часто будете в это возвращаться я не ожидала что такие истории будут жесткие если честно думал что истории будут из разряда какой-то мистики как будто бы страшнее человека ничего не может быть желаю чтобы все тоже было хорошо а если что-то идет не так то блин мы все люди у нас у всех что-то где-то идет не так ну не бывает такого согласись вот ты родился и до 100 лет у тебя ни одной травмы ни одного плохого случая такого не бывает у нас уже вон потемнело да у нас уже реально темно мне кажется что сейчас еще минут десять у нас будет и точно будет свою вот эту комету обращать обращать обращайте внимание обращайте внимание что она стала ярче кстати а можно попробовать это правда очень момент один сейчас интересно если мы сделаем но сейчас я быстренько и включу опять красота ребята очень красиво ребята пишите как вам ролик хотите ли вы еще подобных видео где я сижу со своими любимыми друзьями и мы обсуждаем читаем ваши истории свою историю вы можете написать на почту я почту я оставила в описании спасибо большое спасибо большое за просмотр и за ваше доверие будьте счастливы чтобы у вас жизнь хорошо и не происходило никаких супер-рогичных таких разного рода ситуации обнимаем целуем всем приятного дня ночи вечера всем пока а обнимашки целовашки и ощущки кинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг и